всем привет улей с вами никитос канал автокульт новый влог данечка догоняй у нас новый влог и мы сейчас сыном едем на шинку пушкина 700 переобувать наш красивый посад и наконец-то он будет на летних колесах он безумно красивый на них вы в принципе сейчас увидите да все и видели его на таких колесах и покажу чё я там немного надел с джетой приятного просмотра мы донюши приехали на шинку давали знакомые автомобили переобуваются здравствуйте где начальство ты его начальством называешь да приятно приятно привет супер красивые ну что сынок годится будем ставить дань ставим колеса так вот этот быстро классный и красивый mercedes должен был быть у нас на зарубе в том году против одного участника но участник оказался немножко пиздоболом и поэтому мы не сняли его машину вот ну я думаю может и mercedes просто отдельно снимем потому что у этого владельца mercedes есть еще очень крутой мини cooper и мы можем снять про его гараж вообще очень много всего интересного а там они еще строят audi такую что шатается голова поэтому будет что-то интересное точно что запоминайте его таким до следующей зимы таким больше не будет да очень красивый я по балансу кинует проверить ай красивые валили барсель до нормальный назад у нас же посад заднеприводный а да почему расскажи подписчикам ну расскажи это что типа только твоя теория или что так расскажи мне почему ну значит я не ловлю машину заносный а тут и так кстати жопу подвиливает ну у цц длинная она у него бывает при резком перестроении жопка так виляет и там еще по развалу чуть-чуть есть вопросы сзади но там чтобы сделать надо все бананы поменять морожен проводилась если да раньше все считали что на морду мама будет счастлива она ей очень нравится когда фасад на этих колесах ну мерседес конечно просто жара валера дай жизни ну что ж ура ну поехали ну наконец-то спорт подвеска в действии с нормальными колесами резины все работает все рулится просто угол после зимы вообще как сатана но при этом машина не сильно жестче я об этом уже говорил что ну когда пересаживался на зиму зимние колеса нормально убирают вот стыки и дороги до мелкие такие трещины вот это да но в общем и целом как бы я не сказал что машина сильно комфортнее на семнажку поэтому девятнажки топчик можно на зиму ставите по 235 45 какую-нибудь резину и ездить или 225 45 что-нибудь такое и будет бомба вот надо дворники поменять еще это да в идеале конечно лабаш но я даже боюсь смотреть сколько он что стоит не знаю что с этим делать может быть поставить без отермалки и затонировать его 70 как бюджете ну короче как то так едем гараж покажу вам чайно тел так ребятки я сегодня закончил уборочку результатом я доволен я не знаю передается ли вам на камеру это или нет но стало гораздо чище сделано пылесос отодрали до конца с плен пропылесосил я несколько раз влажная уборка была два раза ну короче как то так это все выглядит и перед сборкой каждой детали дальше тоже будет влажная уборка то есть поставить эту фишку еще перед тем как ее ставить она тоже будет протираться как собирать проводку перед установкой торпеды это еще будет отмываться растворителем еще раз мыться короче работы хватает но не зря я сюда приехал спасибо моей жене она меня бодрит чтобы я ехал в гараж потому что буду злиться когда будет сезон и где-то будет не собрано вот сюда положим блокшот вот сюда тоже здесь останется как останется не хочу хороший нашумился универсальный очиститель не оставляет разводов что отмывает отлично пахнет а вера тебе большое спасибо и вот такой рабочий день сегодня мне выдался закатана водительская часть все что было из блокшота я использовал сейчас лечу к максу в магазин автосила куплю еще парочку и короче я решил вот когда положил центральную часть уже сюда что надо делать центральную часть тоже из блокшота потому что стык уже не подходит пол стал выше видите она так не ровно короче лежит вот здесь поэтому будем делать тоже такой из блокшота и поэтому купим значит три листа два один пойдет вот туда вот туда и один пойдет вот сюда наверное надо все таки три такс я в гараже приехал доделывать вторую часть шумки которую планировал вот она моя шумка купленная здесь три листа ребят три листа пойдут куда смотрите вот этот центральный который я говорил какой-то другой блокшот это комфорт эксперт титан вот так он называется смотрите сколько здесь слоев раз два три и еще вибро чуть-чуть тоненькая то есть она клеится намного лучше что нам надо будет сейчас делать я вынимаю вот эту штуку ее больше не будет вместо нее будет вот это все что не хватит этого листа доклеится еще блокшотом потому что сюда два листа много сюда еще заклеится вот так полтора листа как здесь и будет ровный классный теплый пол скажем так без подогрева к сожалению а хотя он мне не надо это же летняя машина ну короче как то так я погнал так сейчас будем резать смотри как лекало лекало вот такая у нас будет почти на весь лист то есть вот эти краешки видите они как раз нам и не нужны и вот здесь по кусочку то есть по кусочку мы доклеим еще блокшотом или возьмем отсюда часть ну короче как то так туннель я уже снял там почти все по максимуму очистил сейчас еще раз пройдусь щеткой и пропылесошу вырежу все и продолжу клеить так сейчас будем резать лекало лекало вот такая у нас будет почти на весь лист то есть вот эти краешки видите они как раз нам и не нужны и вот здесь по кусочку то есть по кусочку мы доклеим еще блокшотом или возьмем отсюда часть ну короче как то так туннель я уже снял там почти все по максимуму очистил сейчас еще раз пройдусь щеткой и пропылесошу вырежу все и продолжу клеить итак я пошел дальше сейчас здесь доубираюсь и разбираю потиху пакеты и ищу недостающие детали смотрите какую красоту нашел это щиток вакуумника типа термоэкрана заводского цацки зеркала такие вот уже красивые блестят вот сама красота вот такая как вам чтоб не бросался в глаза другого цвета будет еще сочетаться с моторным щитом сливаться даже я бы сказал и будет выглядеть просто замечательно смотрите вот резинки отмываю на 2 ушло минут 20 то видите немного все равно еще красноватые внутри тоже срач это я один раз прошел со средством и два раза растворителем получше но все равно видеть есть вопросы вот крышки жопа пришла будем искать другую и достал детали ну все же пакеты разбирал которые у меня были после полимера на подрамник я уже тоже почистил поставил сюда резинки здесь моторные подушки этот кпп лапы это совпуска вот так все после пескостроя полимера выглядит это у нас радиатор все идет отдельно лежит и там еще подушка передняя здесь кастомная к не знаю где от нее резинка почему-то нету ну самого сайлента будем спрашивать у ребят я погнал дальше работать и искать запчасти ребятки ну вот что у меня получилось по шумке салона здесь все вычищено все заклеено все красиво все по одному слою туда тоже добрались здесь потолще слой ну вот так это все выглядит с двух сторон здесь я шумить ничего не буду останется как есть все дальше мы с Егорычем уже начнем работать и вкинем мотор а потом уже начнем разбираться с проводкой первая залетит торпеда а двери наверное в самом конце потому что некоторые фишки я хочу перепиновать и переделать короче по новой чтобы было более красиво чем есть сейчас вон Рома фишку вообще одну сиганул видите это на электро зеркала фишка не смог достать и резанул ее нашел еще пакет и не могу вам не показать сравнительное видео вот это я уже протер да а вот это еще нет как вам вообще мммм блять сок какой а красивые некрасивые были juice перевязаны бля но еще все не так плохо ой багажника искал ну продолжим о с Rasc´s распорки нашел ура блядь думал романыч ты потерял от ее не потерял молодец вот она распорочка покрашенная 1 и 2 вот почему не красили распорку верхнюю полимер вот смотрите почему угадайте какая в полимере и где по настоящему красный цвет а где морковка продолжил чистку деталей вот уже очищенные замки фотку какие допустим эти были да я щас приложу болтики эти тоже почистил были в печали совсем нашел 3 4 где-то у меня и болты от этого замка тоже сейчас начну прикидывать проводку попробую все постелить в эту дверь начнем с водительской поставить замок и петлю сюда они где-то у меня вот они здесь лежат в хорошем состоянии сейчас я их только протру и начну сборку как-то так но ребят вот смотрите да ну одну и замки все вроде красиво нормально но вот мне кажется в этом весь качественный подход работы такое отношение к вещам они у меня закрыты они у меня под пластиком их не видно но их все равно почистил ребят понимаете вот он подход вот и все отношение просто должно быть человеческое нормальное что ж работа идет потиху мелкими но уверенными шагами пока это выглядит у нас вот так поставил вакуумник теперь он у нас в цвет кузова gtc черный и бачок тоже черный вот тут все снял вот тут вот только что все снял вся проводка некоторые пометки даже остались а проводка вот у нас таком состоянии она была замотана полтора пакета в огромных вот вот в таких сверху пленка и потом бумага и все это в малярки и все равно как бы он есть моменты тут есть моменты тут загрунтованные тоже я сейчас я буду это отмывать и покажу как это у меня вышло и чтобы работать хотя бы с этим было более приятно сейчас обдуваю помою от пылесошу ну а до идеального состояния эту проводку будет доводить конечно же автомойка h3o потому что деталит мойка подкапотки у них просто великолепная ну короче как то так и занимаюсь как вы уже можете да заметить что я поставил аморики на капот чтобы удобнее было здесь работать там уже пластик стоит пару резиночек это резиночка была тоже загрунтована и даже не вынимали там еще печка короче сейчас начну пылесосить не могу найти резинки которые вкручиваются вот сюда который капот вот здесь упирается вот здесь где-то или рома их не доложил или они потерялись или я их не нашел не знаю короче короче надо мне новая крышка тормозного бачка потому что моя выглядит вот так на данный момент короче я продолжаю работу по болтам они будут покрашены после того когда все соберется все закрутится все зазор выставится машина поедет к диме и дима там меня все поправит если где-то будут какие-то нюансы пишите в коментах как вам как он тормозил красиво видят по моему зачетно мне очень нравится это еще не конечная версия они там еще не зажаты ничего все трубки еще раз пройдутся они были более ровный но тут хорошо что они уходят их не будет видно здесь еще то впуск идет и здесь у нас стоит термоэкран тоже закроется но даже за термоэкраном я почистил трубочку пока дошел вот вот до сюда вот разница видно какая она здесь и какая она здесь передние у меня медные задние не медные поэтому выглядят чуть-чуть по-разному но есть как есть короче я продолжаю работать поэтому мало снимаю некогда снимать надо работать ого и так спустя неопределенное количество времени я прибрался с проводкой смотрите теперь все как выглядит хорошо вот так теперь все выглядит каждую фишку каждую каждую я протер обдул пропылесосил почистил щетка еще раз обдул здесь тоже все все абсолютно все везде протерли везде все фишечки нормальные теперь адекватно без песка без грунта без пыли ну и чуть-чуть есть но куда без этого куда без этого вот подвесочку я тоже всю обдул пропылесосил немного ничего пылесос не дал залил это все средством взял маленькую щетку большую кисточку короче и все это начал отмывать эти где-то осталось грязь но это уже хоть не краска и не грунт вонючие вот вот тут приветики потому что там плохо обклеил романыч и попал там вот даже вот это вот все равно было обклеено и все равно загрунтована блять вот тут тоже грунт я не понимаю как и еще неприятный момент который сильно мне не понравился ну тут я еще уберу наждачка там все окей вот зачем было трубку трубки и тормозные гнуть в бараний рог вот для чего они вот тут вот вот так вот были закручены что задние еще не сильно но все равно вот еще перекручены все довольно таки неплохо получилось я думал что отмывать это буду гораздо дольше тяжелее но видите результат как бы хорош хорош я сам прям доволен тем что сделал вот все фишечки прям подмывал ну как то так ребят вот так пока это у нас выглядит сейчас еще приберусь немного поковыряюсь и поеду отдыхать работа все идет идет по плану красавцы смотрите что делают вампирал знают машины работают над машинами а я блять красный короче был не зря тусы здорово весь косяк сразу краски нету хуен надо сказали только пятница и то может быть если нет будем подборную подбирать короче ну что как они дерево 12 слоев краски пацаны как дела блять хочу перемотать проводку есть места где этого требует вот допустим мне не нравится место да вот такое есть изгиб большой мне тоже не понравился он вообще открытый без изоленты ну вот например место видите я хочу это все поразматывать и замотать по новой благо изоленты у меня хорошие тканевый обычный хватает может быть еще раз пройдусь подвеску и хочу наверное поставить замки и попробовать отрегулировать двери вот смотрите мы забрали каркас от димончика вот так он блестит самом деле выглядит это все очень красиво мне понравилось его пришлось по новой перезачищать рома перевел просто свои руки и грунт и время потому что сделал ну не очень хорошо вот и теперь он выглядит вот так на него ушло самое много краски потому что сами понимаете что красить трубу распыл идет вот так а труба вот-вот посередине и из-за этого как бы вся краска идет на ветер дальше по планам поставить термоэкран но сначала надо разобраться с тормозными трубками решить точно что с ними делать вот термоэкран сделать вот сюда накладку пластиковую вот сюда я не помню она у нас мы ее снимали тоже все в грунте мы и снимали или не мы ну короче ее нету она должна быть потому что такой поролон мне совсем не нравится как он выглядит ну короче продолжу работать всем приятного просмотра спасибо что вы с нами перед работой себе подготавливаю почву заклеиваю все маляркой чтобы сюда если что класть провода для удобства скажем так поэтому и чтобы это эти провода не поцарапали мне лак потому что я хочу здесь все заклеить броней чтобы это не так царапалось ну как-то так я продолжу и 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 вот к небольшая серия у нас вышла в этот раз всем спасибо за просмотры за лайки и дизлайки И за все, что вы пишете, не пишете. Хотя нет, за то, что не пишете, не спасибо. Пишите больше комментариев. Всем хорошего вечера, дня, утра. Кто когда смотрел. И ждите следующую серию. Там будет красота про хром. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok